Ещё один долгострой в регионе ввели в эксплуатацию. Собственники печально известного дома на улице Ворошилова в Тольятти наконец смогли отпраздновать новоселье. Застройщикам его была ЖСК «Жасмин дом». Добавили в регионе ещё 15 проблемных объектов. По 12 конкурс уже объявили и начали сбор заявок от потенциальных застройщиков. На днях представители регионального министерства строительства приняли участие в селекторном совещании при полпредстве ПФО. Итоги работы с обманутыми дольщиками в 2014 году на нём признаны удовлетворительными. Решение проблемы обманутых дольщиков – это одна из приоритетных задач правительства. Николай Иванович, наш губернатор, соответственно, особо отметил, что нужно в этом году завершить все работы и не допустить появления новых в связи с тем, что у нас в стране такая ситуация. Однако судьба ещё трёх объектов пока оставится нерешённой. Компании-застройщики банкроты. К правительству области по каждому из долгостроев ведётся комплексная работа. К примеру, ряду дольщиков уже предложили другие варианты жилья. Правда, такая позитивная картина складывается не со всеми объектами. Так, часть дважды обманутых дольщиком за ОПФСК «Элгрант» на сотрудничество с региональным инстроем идти попросту не хотят. Совсем недавно на общем собрании выбрали так называемый «комитет кредиторов». Представители его должны защищать интересы обманутых дольщиков. Напомним, директор бывшей компании-застройщика сейчас находится в местах лишения свободы. И в связи с этим возникла абсурдная ситуация. Был избран новый комитет кредиторов, в который вошли аффилированные бывшему застройщику лица, в частности, его сын, его сноха. Каким образом будет решаться судьба площадки, сейчас это зависит от решений как комитета кредиторов, так и от общего собрания кредиторов. По словам Минстроя, со своей стороны ведомство готово оказать всю возможную помощь дольщикам. Но вот кто при таком положении дел даст гарантию, что история с банкротством не повторится, остается вопросом открытым. Продолжение следует...